Смотрите сегодня в программе Scarface The World Is Yours Геймплей больше всего напоминает GTA В общем, играть, конечно, весело, но до своих прародителей Scarface явно не дотягивает Pro Evolution Soccer 6 Единственное, что спасает японцев от праведного гнева фанатов серии Так это то, что сам геймплей все-таки продолжает совершенствоваться Just Cause Хваленая шведская свобода, казалось, никому не нужна В местных джунглях попросту нечего делать Однотипные сторонние миссии утомляют после первого же прохождения И не приносят сколько-нибудь ощутимых результатов Geos Unleashed Уже ранний людишек может оказаться в сотни раз более интересным занятием, чем спасением мира Главное подойти, вернее подплыв к обеденному столу с изобретательностью Привет всем геймерам страны! Это ФАК! И как всегда с вами Борик Ротер ФАК это программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению И даем полезные советы Нас обманули в который раз и очень жестко Наобещали золотые горы, а в итоге Мы, конечно, уже научились не наступать на одни и те же грабли Когда шарманка Electronic Arts затягивает душевную песню обещаний Которым грош цена Но в отаконами такого никто не ожидал Про Evolution Soccer 6 по сравнению с прошлым годом не изменился вовсе Игра сделана по классической схеме Изменена цифра в названии, появился другой сонтрек, который, к слову, на этот раз совсем не годится И соперничать с музыкальным оформлением в FIFA 07 не может А также минимум новых штрихов в игровом процессе Добавьте сюда традиционно скудный набор лицензий Полностью представлены в игре только испанское, итальянское, голландское и французское первенства А также Manchester United и Arsenal из английской премьер-лиги Вот вам весь боекомплект, с которым Konami собирается получить солидную прибыль И что самое обидное для нас, простых геймеров получат Если так и дальше пойдет, новые игры и вовсе перестанут выпускаться Но резонный вопрос, а почему же так? Ответ дать легко Все без исключения нововведения плюс новый графический движок Были припасены для версии игры, заточенной под Microsoft Xbox 360 Но владельцам PC достались лишь объедки с чужого стола Которые можно разглядеть разве что под микроскопом Так, например, возросло количество срезок и отскоков мяча В результате чего нередки случаи, когда игроки поражают собственные ворота Помимо этого, довольно забавная ситуация случилась с искусственным интеллектом футбольных арбитров Если в Pro Evolution Soccer 5 Они давали горчичник, а то и красную карточку за каждый малейший фолл То в этом году, видимо, наоборот, решили отдохнуть Бегают все по полю и отрабатывают виртуальную зарплату Да-да, прямо как игроки сборной России по футболу Рекомендуемые системные требования Процессор с частотой 1,4 ГГц 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 4,7 ГБ Единственное, что спасает японцев от праведного гнева у фанатов серии Так это то, что сам геймплей все-таки продолжает совершенствоваться Пока Electronic Arts Canada увлеченно занимается продвижением одноклеточного аркадного геймплея FIFA В котором каждый забитый мяч, брат-близнец предыдущего, Konami постепенно делает свой футбол все более и более реалистичным А это, как показало время, как раз больше всего нужно фанатам Таким образом, за геймплей мы авансом поставим четверку Графика Pro Evolution Soccer 6 – самый главный и серьезный минус Трибуны кишат картонными фигурками болельщиков А игроки наделены таким количеством лишних углов, что удивляешься, как они при столкновении не протыкают друг друга насквозь Одним словом, за качественный геймплей, как всегда, приходится платить плохой графикой Наша оценка внешних данных Pro Evolution Soccer 6 – 3 балла Судя по всему, разработчики из Konami очень большие фанаты реалистичного футбола Поскольку забыли они не только о графике, но и о звуке Правда, в отличие от ужасных моделей футболистов и грязной лужи трибун Отрицательных эмоций он у вас не вызовет, его просто не замечаешь Стандартный шум трибун, который во время опасных моментов просто становится громче Ничего особенного, трояк за звук Несмотря ни на что, хочется все же поставить Pro Evolution Soccer 6 четверку Какой-никакой, а все же конкурент всеподолочающей серии FIFA К тому же главное в футболе геймплей А над ним разработчики покладывали отменно Общая оценка 4 балла Очень обидно, но Konami, похоже, пошла по той же самой дорожке, что и Electronic Arts Canada Если товар продается, значит людям все нравится Возможно, так оно и есть, когда существуют достойные конкуренты Но никто почему-то не вспоминает о том, что приличных кандидатур на смену Pro Evolution Soccer и FIFA В ближайшем будущем не предвидится Остается только завидовать обладателям Xbox 360 и надеяться, что уж в следующем-то году Ну а пока давайте поближе познакомимся с тем, что есть Шестым Pro Evolution Soccer Вопрос Никак не могу обыграть компьютер на самом высоком уровне сложности Есть ли хоть какие-нибудь хитрости? Отвечаем Старайтесь выстраивать атаку таким образом, чтобы нападающие пробирали штрафную зону противника по флангу В Pro Evolution Soccer 6 такая схема нападения почему-то самая простая И компьютер практически бессильен против атак с фланга Вопрос Что за новый режим Random Selection Match? Ответ В этом режиме вы можете сами создавать свою команду При этом игроки набираются из разных клубов Вопрос Ну никак не могу понять, есть ли какая-нибудь разница между игроками при борьбе за мяч в воздухе Ответ Нет Это один из недочетов разработчиков Все футболисты, независимо от своих умений, прыгают одинаково Челюсти можно назвать стариком по меркам кинематографа Кино вышло на экраны аж 30 лет назад Тем не менее идея, раскрытая в картине, заинтересовала разработчиков из компании Аполлуза Интерактив Которые решили соорудить Jaws Unleashed Компьютерную игру о могучей акуле-людоедке, что вводит в ужас всю округу Сюжет компьютерных челюстей во многом повторяет фильм Итак, наши дни Некий благополучный прибрежный курорт в Новой Англии Жизнь бурлит, промышленность развивается, а население растет Единственное, что способно помешать грядущей утопии Та самая акула, которая... Да-да, собственно, и будет главным героем игры Справедливости ради отметим, что Аполлуза Интерактив, похоже, знает, что делают Ведь именно эта компания когда-то выписала сахарную аркаду Эковидолфин Которая поясовала о похождении к другой морской твари Бравого дельфина Впрочем, акула-дельфину не пара И если в Эко мы просто-напросто спасали мир То в Jaws Unleashed нас ждет куда более оригинальное занятие Ведь у громадного морского чудовища может быть только одна миссия Сожрать все, что жрется, поломать все, что ломается И по-тихому куда-нибудь уплыть Игра поступила в продажу 20 октября 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц 1 ГБ оперативный и 128 ГБ видеопамяти На диске игра займет 1,5 ГБ Пожирание людишек может оказаться в сотни раз более интересным занятием, чем спасение мира Главное подойти, вернее подплыть, к обеденному столу с изобретательностью Сегодня подают компанию беспечных ныряльщиков Что ж, бесшумно подкрадываемся, нажимаем кнопку атаки и начинаем трапезу Жизнь в шкуре акулы дает игроку возможность реализовать свои самые изощренные фантазии Помимо миссии на поедание, естественно, есть и другие задания Ну и они сводятся к хаосу и разрушению Вот игрок акулы топит важную лодку Вот рушит пирс, срывая ответственные мероприятия Разумеется, наша дорогая акула пожирает людей не только ради кайфа Но и для удовлетворения простого животного чувства — голода Правила в Joes Unleashed просты Чем плотнее набит акулий желудок, тем толще шкала ее здоровья И тем проще нам будет в боях Короче, игровой процесс очень необычен и интересен Наша оценка 5 баллов Все это, конечно, хорошо, здорово и весело Но давайте теперь поговорим о технической стороне проекта В первую очередь, интерес к игре подчеркивает графика Увы, Joes Unleashed выходит не только на PC, но и на консолях прошлого поколения Что это значит, вы и сами хорошо знаете Текстуры примитивные, полигонов критически не хватает А подводный мир совершенно не похож на то, что мы видели в фильмах Жак и Вакусто Только поэтому за графику ставим 4 балла Но играть все равно интересно А озвучка в игре проста, но забавна Кричащие человечки добавляют задоры и еще больше привлекают внимание Есть вставки из оригинального фильма, естественно, с оригинальной же озвучкой За звук можно смело поставить четверку Ну что ж, самое время выяснить, кто в нашей бухте хозяин Впечатления от игры двойственные Joes Unleashed наверняка придется по душе фанатам челюстей Что же до остальных игроков, то тут все очень туманно Очевидно, что перспективу влезть в шкуру акулы И быстренько выпутавший десяток ныряльщиков Прилечает и вызывает бурный восторг Но только в том случае, если не обращать внимания на недостатки Наша общая санка игры 5 баллов Несмотря ни на что, это оригинальная игра Челюсти Челюсти – самый известный и самый старый представитель Акульей тематики в кинематографе На одном захватывающем фильме, снятом самим Стивеном Спилбергом Еще много лет с переменным успехом Паразитировало множество разнообразных личностей Одних только продолжений вышло целых три штуки К сожалению, каждые новые челюсти оказывались хуже предыдущих Но игра Joes Unleashed оставила в основном только положительные впечатления А сейчас я вам расскажу пару интересных советов Игровой процесс не представляет из себя ничего сложного В игре нет никаких либо сложных миссий и заданий В основном все сводится к поеданию всего живого Но во время игры стоит обратить внимание, что для акул очень важно питаться Не увлекайтесь долго исследованием морских глубин и поеданием кораблей Обязательно что-нибудь покушайте Также будет интересно попугать народ на пляже Несложными движениями тела выскакиваете на пляж Лязгаете, клацаете зубами и пугаете бедных людишек Правда, они почему-то только орут и мало кто убегает Так вот, здесь лучше не задерживайтесь Секунд через 30 акулка может помереть Короче, все здесь просто У вас обязательно получится Смотрите во второй части программы Scarface The World is Yours Геймплей больше всего напоминает GTA В общем, играть, конечно, весело Но до своих прародителей Scarface явно не дотягивает Just Cause Хваленая шведская свобода оказалась никому не нужна В местных джунглях попросту нечего делать Однотипные сторонние миссии утомляют после первого же прохождения И не приносят сколько-нибудь ощутимых результатов Смотрите во второй части программы Just Cause Хваленая шведская свобода оказалась никому не нужна В местных джунглях попросту нечего делать Однотипные сторонние миссии утомляют после первого же прохождения И не приносят сколько-нибудь ощутимых результатов Scarface The World is Yours Геймплей больше всего напоминает GTA В общем, играть, конечно, весело Но до своих прародителей Scarface явно не дотягивает Успех легендарной серии GTA до сих пор не дает покоя разработчикам Недавно появилась новая игра от компании Avalanche Studios Внешне это натуральный GTA в южноамериканских декорациях Вы оказываетесь на огромном острове, где миссии раскиданы по всей карте А любое транспортное средство можно экспроприировать и использовать по своему усмотрению Называется все это Just Cause Удивительно, как разработчики с молодецким задором по-прежнему бросаются с шашкой на GTA Мечтая сделать такую же игру, но с перламутровыми пуговицами Секрет состоит в том, что у Rockstar было очень много времени и денег и хорошего вкуса Эти, вообще говоря, ключевые для любого проекта моменты сделали GTA именно тем, чем она является У Avalanche явно была нехватка денег, а местами наблюдаются и проблемы со вкусом Итог предсказуем Хваленая шведская свобода оказалась никому не нужна В местных джунглях попросту нечего делать Получается парадоксальная ситуация Обширные и вполне себе привлекательные открытые пространства стоят без дела Выполняя роль декораций для сюжетных миссий, которые тут являются главной достопримечательностью Глав героя регулярно инструктируют напарники, ведущие абсолютно курортный образ жизни Каждый второй ролик открывается сценами распития коктейлей или принятия солнечных ванн А единственная женщина в команде на протяжении всей игры читает книгу «Как сменить политический режим за семь дней» На удивление продуманным персонажам и астрономным диалогам быстро нашлось объяснение Для написания 20 сюжетных миссий привлекли Мэтта Костелло и Нила Ричардса Первый значится автором сценария «Седьмой гость», «Одиннадцатый час» и «Дум 3» Нил Ричард, в свою очередь, отвечал за сюжеты нескольких серий «Broken Sword» и за интерактивного «Da Vinci Code» А также за некоторые идеологии гениального «Tarship Titanic» — авторский проект покойного Дугласа Адамса Игра поступила в продажу 26 сентября 2006 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 10 ГБ на жестком диске Валенная шведская свобода оказалась никому не нужна В местных джунглях попросту нечего делать Однотипные сторонние миссии — гонки по чекпоинтам, наперегонки со временем И освобождение местных деревень из-под диктаторского гнета Утомляет после первого же прохождения и не приносит сколько-нибудь ощутимых результатов Вам открывается какое-то новое оружие Но что с ним делать, когда в арсенале с трудом отличаешь шотган от автомата — неясно За геймплей ставим 4 с минусом Но до кэта так же далеко, как до луны При этом графика составляет только приятные впечатления Размеры сделанного сотрудниками Avalanche действительно поражают Гигантские открытые пространства, джунгли, множественные водоемы, в которых можно свободно плавать Выполнены на отлично Шейдерная вода, богато декорированное кораллами дно и разнообразные водоплавающие средства Производят крайне приятные впечатления Здесь же солнечные лучи, пребывающие через густую листву Потрясающие восходы, закаты и туманы А также автоматические расступающиеся при движении ветки 5 баллов за графику Со звуком тут тоже все в порядке Озвучка очень хорошо подчеркивает происходящее Звуки постоянных взрывов не дадут забыть, что это экшн А приятные латинские мелодии создают атмосферу кубинской свободы За звук ставим также 5 баллов Самое печальное, что во всей красоте геймплею совершенно нет места То есть игра спокойно проходится безо всяких там парашютных прыжков со скалы И это до слез обидно Вместо того, чтобы суродить достойные миссии Которые бы заставляли нас с вами с умом использовать заложенные в Just Cause возможности Разработчики посвятили себя построению скучного и по большому счету никому не нужного мира Наша общая оценка игры 4 балла Just Cause не все так гладко, как хотелось бы Однако стоит отметить, что разработчики из компании Avalanche Studios потрудились на славу И достойны внимания в будущем Just Cause это хорошая сюжетная линия среди полной свободы и тропических лесов Это остроумная и талантливая игра Надо только присмотреться А мы вам расскажем, на что надо обратить свое внимание Первый вопрос Подскажите, как уничтожить поле? Сбрал грузовик, взрывал его точно над стрелкой, не засчитали Взрывчатку тоже пробовал Отвечаем Надо просто уничтожить все поле Грузовик его не полностью сжигает Оставшиеся зеленые кусты сжечь гранатами Взрывчаткой, гранатометом или ракетницей Следующий вопрос Есть ли смысл выполнять задание партизан? Отвечаем Игру можно пройти без выполнения побочных миссий А вот еще один вопрос Извините, мне очень стыдно Но я не понимаю, как пройти первую сюжетную миссию Когда подъезжаешь к засаде Так вот, мне непонятно, что делать Шесть чуваков перестрелял Больше никого там нет Посередине стоит самосвал Отвечаем Все проще некуда Взорви бочки Следующий вопрос Что обозначают домики на карте? Отвечаем Дома обозначают города или поселения Разный цвет, разные сферы контроля А вообще у карт есть легенда Когда поделками по мотивам свежих киноблокбастеров Присытились все от мала до велика Крупнейшие игровые издательства Обратили свой алчный взор На самое дорогое В прямом и переносном смысле На классику Кинокомпании, владеющие правами на шедевры Не сильно сопротивлялись И вот первые результаты уже перед нами Вслед за Готфада Настала очередь Скарфейс Игрового продолжения Культовой гангстерской драмы 1983 года Да, именно продолжение А не пересказы киноисторий Кадры из фильма мелькают только во вступлении А все последующее время Нам предстоит наблюдать нечто Не имеющее никакого отношения к оригиналу Radical Entertainment предлагает Свой вариант развития событий Тони Монтана остался жив И унес таки ноги Из атакованного наемниками особняка И это ничего, что Тони к концу фильма Окончательно съехал с катушек И потерял всякую связь с реальностью В игре он как ни в чем не бывало Заряжает пистолет Произносит несколько угрожающих фраз Из которых следует, что проклятому Сосе Теперь не жить И принимается заново Восстанавливать свой бандитский авторитет По жанру Скарфейс Можно смело записывать в GTA клоны Все необходимое вроде большого города Разнообразного транспорта И множество способов времяпровождения Тут есть С другой стороны Некоторых привычных вещей Игра все-таки лишена Желаете увидеть закрученный сюжет Галоритных персонажей И забористые диалоги Забудьте и приготовьтесь К однообразной и безрадостной жизни Торговца запрещенными Медицинскими препаратами Утром мы покупаем белый порошок У местных дилеров Днем толкаем его Через подконтрольные предприятия Городской инфраструктуры А вечером сдаем деньги в банк Разумеется, есть масса нюансов Количество и состояние Подконтрольной недвижимости Отношения с полицией И преступными группировками Хотя и тут все сводится к элементарному Копам нужно платить Чтобы не придирались А конкурентов сживать со свету Официальную продажу Scarface поступил 8 октября До конца этого года Должна выйти локализованная версия От компании Soft Club Рекомендуемые системные требования Процессор с частотой 2,8 ГГц 512 ГБ оперативный И 128 ГБ видеопамяти На жестком диске игра займет 5 ГБ Геймплей Scarface Больше всего напоминает GTA Истрепление противников Устроено примерно следующим образом Левая кнопка мыши Используется для стрельбы А правая включает автонаведение С помощью которого можно выбирать В какую часть тела вы хотели бы попасть Управление нельзя перенастроить И в целом оно рассчитано под геймпад Кроме этого очень сильно раздражает то Что разработчики не научили нашего героя прыгать Малейшее препятствие для него Оказывается непреодолимым В общем играть конечно весело Но до своих прародителей Scarface Явно не дотягивает Четверка с геймплей Визуально Scarface выглядит конечно безобразно Дело не только в малом количестве полигонах И плохой анимации Здешний Майами так скучный сер Что не идет ни в какое сравнение С городами из двух последних игр Серии Grands Fift Auto Больше тройки поставить за внешние данные не получается Зато неплохим оказалось музыкальное оформление В Scarface очень хорошая подборка композиций 80-х годов Включая и те, что звучали в оригинальном фильме Что касается самого Аль Пачино То он хоть и не озвучивал игру Но зато помогал разработчикам с подборкой актеров В итоге отличить голос от оригинала практически невозможно Пятерка за звук В общем игра получилась довольно занятной Если не привередничать насчет графики И воспользоваться собственным воображением То Scarface продержится на вашем жестком диске Неделю как минимум Ну а любители отборной качественной ругани Будут и вовсе визжать от удовольствия Одним словом Scarface The World of Yours получает твердую четверку Кстати, во время перестрелок Тони может переходить в режим Рэйч Если помните, у него в фильме Часто случались припадки ярости Когда камера переключается на вид из глаз Экран заволакивается красным А враги буквально мрут от одного только взгляда Все это месиво, как и положено Сдабривается отборной бранью На смеси английского и испанского языков Еще несколько интересных особенностей И советов прямо сейчас Вопрос Меня все время убивают И каждый раз я теряю все награбленные деньги Ну что же делать? Ответ Те деньги, которые зарабатывает Тони Хранятся у него в кармане И в случае смерти они пропадают Чтобы этого не происходило Чаще заходите в банк И оставляйте деньги там Кроме того В каждом банке можно сохраниться Вопрос Как создавать свою банду? Так же, как это делалось в Vice City? Ответ В Scarface все устроено по-другому За деньги можно нанять людей самых разных бандитских профессий Отличного телохранителя до наемного убийцы Причем они будут с вами до самого конца Пока их не грохнут Вопрос Где происходят основные действия игры? Как можно достать или купить новую машину? Ответ Машину можно запросто угнать, как в GTA Что же касается места действия То тренировка происходит на кубинской военной базе А сама игра полностью в Майами К сожалению, на сегодня это все Задавайте мне ваши вопросы по прохождению на адрес faqsobacomusdefistv.ru И я обязательно отвечу И не забывайте про форум на нашем сайте mustv.ru Я и там общаюсь с вами До скорого Играйте, но не заигрывайтесь С вами был Борик Еще увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok